Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ПолНФМ, программа «Дело вкуса» в студии Ани Машкова. Не забывайте смотреть наши программы на YouTube-канале, слушать нас на 102.6, ну и, конечно же, следить за нами в социальных сетях. Сегодня в нашей студии мы говорим об одном из самых популярных мест, где можно заказать суши и роллы, вкусно и безопасно для жизни. Более 10 лет тесте суши радует нас в своей кухне, ну и, конечно же, мы рады представить сегодня наших гостей. Это Стороженко Владислав и Николаева Ксения, основатели бренда «Тесте суши». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, тесте значит вкусный в переводе с английского языка. Ну и, конечно, мой первый вопрос. Какие вы еще можете назвать преимущества, связанные с вашим брендом? Кроме того, что это просто тесте. Ну, помимо того, что да, это действительно просто вкусно, это качество уже проверенное временем. Да, наверное, мы бы не работали уже больше 10 лет, если бы качество было не на уровне. Ну и так, свое, собственно, трепетное отношение к тому, что мы делаем, да, к поставщикам, с которыми мы работаем, к продуктам, которые мы закупаем, к труду наших поваров. Ну и, собственно, наши кадры, которые с нами, наверное, большая часть уже около 10 лет есть. То есть это достаточно тоже такой весомый фактор. Ну, давайте начнем сначала. Вообще, как пришла идея заняться доставкой суши-роллы, да, то есть японской кухни? И вообще, в принципе, как это происходит? Вот есть же какие-то простые пути, например, печь блинчики, делать пирожки. Там русская кухня, допустим, она, мне кажется, немножко дешевле, немножко проще. А вы все-таки решили заняться японской кухней. Как это было? Ну, на самом деле, это примерно так же и было. То есть мы, в принципе, работаем не только в направлении общепита, да, когда-то в свое время решили, что помимо одного направления, ну, достаточно более стабильно иметь несколько, да, потому что ты не знаешь, что завтра произойдет в политике, в стране, да, в международных отношениях. И, конечно, это любое какое-то событие именно государственного масштаба, она отражается на бизнесе. Мы решили своего рода подстраховаться и когда-то начать работать в общепите в том числе. Роллы, наверное, потому что на тот момент это еще была достаточно такая высокая волна популярности. Это было, наверное, не так все-таки сложно, как открыть полноценный ресторан. И, собственно, с этого и началось. Это такая вот идея, которая надо чем-то заняться в общепите, давай выберем роллы. Ты расскажи, что мы, мы, может, сами просто очень любим роллы. И у нас было одно заведение, когда вот только стали появляться такие службы доставки, она была на улице Юбилейной, и вот компании заказали роллы и ждали там порядка двух часов. То есть мы увидели, что есть спрос, и, может, это тоже сыграло роль. Ну, 10 лет назад это достаточно такой тренд был вообще вот в этой индустрии. Но мне кажется, что вот я всегда с большим уважением отношусь к таким рисковым ребятам, как вы, потому что повара у нас простые, с классической школой, да, их надо каким-то образом обучить, как это происходит, где найти мастера суши, который может обучить их. Да, вот про вот это очень хотелось бы узнать. Ну, если вот именно еще к тому, как родилась эта идея, по сути, все наши направления, которыми мы сейчас на данный момент занимаемся, это те услуги, которые нужны нам в первую очередь, которые мы хотим получить, да, и, допустим, нас где-то, может быть, не устраивало качество, либо мы видим, что эти услуги востребованы, да, и не так много предложений на рынке, и, ну, соответственно, мы понимаем, что надо этим заниматься. Потому что на самом деле вот у нас разнообразие очень большое. То есть общепит – это, ну, малая часть, да, от того, чем мы занимаемся. Вот. В плане именно сложно ли открыть, наверное, если сравнивать именно с полноценным, да, вот рестораном, с какой-то… Концепцией, да. Да, концепцией. Там, конечно, все намного сложнее, там намного больше затрат. Нужны, наверное, действительно узкопрофильные специалисты в определенной кухне в определенном направлении. И когда ты в этом еще, ну, совсем ничего не понимаешь, то, конечно, наверное, за это браться не стоит. Мы, собственно, привлекли нескольких опытных людей, которые уже давно работали, у которых есть опыт. И, простите, именно вот в этой индустрии, в непосредственной кухне? Да, именно в этой, да. Это прям повара, которые учились, как у нас был ресторан, первые самые суши Токио, да, или… Васаби и Токио, который потом перешел и стал называться Вабаси, потому что Васаби, как мы знаем, это все-таки федеральный бренд, который все-таки свое имя уже зарегистрировал официально. В общем, у нас, наверное, можно сказать, что Александр Тухватулин такой повар был. Этот парень, он учился у какого-то прям крутого сушиста, который в то время работал здесь, в Апскове, открывал этот ресторан. То есть, ну, мы открывались человеком с опытом. То есть, можно сказать, что сейчас все повара, которые с вами работают, это именно вот та школа еще, да, предыдущих мастеров? Ну, можно сказать, да. Да, и те люди, которые, собственно, на тот момент, допустим, либо новички совершенно были, ну, которые обучились, либо, да, ну, хотя, наверное, из опытных, наверное, они уже разошлись от нас. То есть, наверное, остались те, кто у нас именно выучился. Мне всегда было интересно, все-таки оплата труда повара, который делает суши и роллы, она как-то отличается вообще, зарплата? Это, мне кажется, все-таки другой уровень какой-то сложности, нет? На самом деле здесь уровень сложности, да, наверное, не такой. Именно в плане блюд, продуктов, да, здесь больше такой, ты собираешь эти блюда. Ну, оплата на данный момент, она примерно одинаковая. То есть, были моменты, когда действительно, либо повара сушисты обгоняли поваров ресторанных по зарплате, потому что там все-таки очень большие объемы на вот именно на конкретного работника за день, да, там объем работы очень большой. Соответственно, из-за этого объема они получали больше зарплату. Потом в какой-то момент ресторанные повара начали их обгонять. Сейчас на данный момент дефицит, в принципе, на рынке труда, да, особенно в общепите, все получают примерно одинаково. Вот все-таки мы говорим о тесте суши, как все-таки ресторан еды на вынос, да, это доставка в первую очередь. А насколько все-таки сложнее сделать, наверное, при доставке больше объем, да, чем, например, если бы вы пришли просто в ресторан, в общую кухню, да, и заказали бы суши и роллы. То есть мастер, который делает на доставке, он, по идее, делает больше. В течение дня производит, да, продуктов. Именно у нас нет такого, что у нас повара стоят и работают только на доставку, на все и с собой, и там... Здесь, наверное, так получается, что у нас, в принципе, все заказы, они идут по очереди, да, независимо от того, в зал они с собой на вынос или на доставку. И в целом у нас работники, да, у них нет разделения, что ты работаешь только на доставку, ты работаешь только на зал, они работают на все заказы сразу. Сложнее или нет, да, в принципе, знаете, как пандемия, опять же, показала... Мы, допустим, пандемию пережили очень легко, у нас не было никаких проблем. На доставку уходили все эти же блюда, заказов было достаточно много. И прямо выделить, что что-то сложнее, что-то легче, наверное, не скажу это одинаково. То есть здесь, наверное, только, может быть, отличается уже в зависимости от подачи, да, в зал ты, естественно, должен какую-то подачу сделать, а здесь ты просто уже кладешь в упаковку для доставки, и, соответственно... Ну, доставка – это действительно самая замечательная вещь, которая могла выиграть, да, скажем так, в период коронавируса, потому что все-таки люди пользовались хоть как-то какой-то услугами ресторана, не выходя из дома, это безусловно. Но если мы говорим о продуктах, капризные продукты, да, вот все-таки вы работаете в вашей сфере с такими продуктами, как рыба, морепродукты, да, это какие-то свежие ингредиенты, которые должны быть всегда, вот, выглядеть красиво еще, помимо того, что просто вы будете съедобными, вкусными, но и безопасными. А так как я напомню, что по моему личному опросу выбор псковичей в плане доставки суши действительно падает на вас, потому что серьезно могу сказать, что многие очень мои знакомые друзья говорят, что мы заказываем только в тесте суши. Как вообще вот с этим работать? Как работать с такими скоропортящимися и капризными продуктами? Ну, как и на любой кухне, мне кажется. Все начинается с того же поставчика, с выбора, наверное, с уверенности в том, что продукты едут к нам надлежащим образом, да, какой-то входной контроль поварской за той же рыбой и качеством ее, а так все. Ну, например, у нас касательно вот роллов с сырой рыбой, то есть сырая рыба, она никогда там ежедневно, то есть, ну, можно сказать, что роллы готовятся из-под ножа. Да, то есть делаем филадельфию, то есть нарезали, положили, отдали. А это не сделаешь много заготовок условно, рис тоже варится. Какое-то время, вот буквально там 5-6 лет назад, очень много было критики и очень много, ну, я имею в виду вообще вот в этой сфере, что меня накормили там сырой рыбой, это было, я отравился, то есть всегда можно грешить на качество продукта. Ну, это такая, знаете, у людей конфликтных такая фишечка своя есть определенная, всегда грешить на рестораторов, когда дело идет о сырой рыбе. Вот это такой момент достаточно сложный, мне кажется. Некоторые до сих пор, извини, до сих пор не верят, что они едят в Филадельфии, на ней есть реально сырая рыба. Они говорят, в смысле сырая? Очень многие люди до сих пор не понимают, что это действительно... Бытует не видеть, что это слабой соли, да, что это рыба слабой соли. Да, наверное, на самом деле с рыбой слабой соли даже, наверное, попроще работать, но все-таки вкус именно вот самой сырой рыбы, он отличается. И все-таки вкуснее сырой рыбы есть. А в плане какого-то особого контроля, да, то есть в принципе сфера общепита, это, ну, на самом деле она вся, это особый контроль. Там все должно быть на особом контроле. Любой продукт, любая кухня, любое оборудование, те же медицинские осмотры поваров и прочее. То есть здесь все должно быть на особом контроле. Не может такого быть, что, да, в какое-то направление кухни, там, допустим, есть какие-то послабления. Это, ну, это достаточно серьезно, да, то есть ты можешь нанести вред не просто, да, там, некачественным продуктам, а именно здоровью покупателя. И это очень серьезно. И в целом на любой кухне должен быть... Порядок. Да, порядок. Вот, что самое важное. И в первую очередь потребитель тоже должен понимать, где он покупает и у кого он покупает. Потому что, когда ты заказываешь, не зная, где это готовится, не зная, кто там работает, мы, допустим, совершенно не скрываем, да, наши кухни, мы не скрываем наш персонал. У нас в соцсетях снимается очень много рилсов, каких-то историй с нашими же старшими поварами, допустим, да, которые что-то готовят на видео. Мы это показываем, мы и не боимся показать то, что у нас на кухне. Когда ты, в принципе, не понимаешь даже, где место, где тебе готовят, да, и ты все равно там заказываешь, ну, это уже, на самом деле, вопрос, в первую очередь, к тебе, а не к продавцу, скажем так. А какие взаимоотношения вообще вот сейчас выстроены у вас с поставщиками? Я так понимаю, что буквально пять лет назад, возможно, вы работали с какими-то брендами западными. Та же самая форель, сёмга, это, наверное, может быть, что-то из Норвегии. Да. А сейчас, наверное, Мурманск, да? Форельские острова раньше привозили нам рыбу всегда в Питер. В 9 утра она разделывалась там в огромном таком рефрижераторе, или как он называется, и уже в 9 утра выезжала прямо к нам сюда. То есть, грубо говоря, мы, сделая заявку в понедельник, во вторник мы получали вот разделанную с утра рыбу к вечеру. Мы не работаем с целыми рыбинами, мы вот этим уже не занимаемся. То есть, иногда тоже, что не все понимают, пытаются удешевить продукт, покупая, допустим, целые рыбины и занимаясь, да, вот ненужной совершенно работой и разделки, да, вот и потом думать, да, куда эти отходы девать. Естественно, тебе жалко эти отходы выкидывать, ты начинаешь придумывать, что с ними сделать. Создают тебе лишние проблемы. Мы работаем уже на готовом филе, именно на... Только косточки достать. Безотходном, да, только косточки достать, из него уже и нарезать. В целом, что касается поставщиков, на самом деле их очень большое количество, но у нас так сложилось, что, наверное, основной поставщик именно по японской кухне у нас уже, грубо говоря, 10 лет один. То есть, естественно, мы работаем еще с кем-то, но что касается рыбы, то есть, только один поставщик нам давал стабильное качество. Если, допустим, у других мы пробовали, конечно, мы заказывали у других, мы пробовали работать с другими, но в какой-то момент тебе, допустим, мог приехать товар не того качества, на которое ты рассчитывал. А здесь у нас поставщик, который дает нам то качество, которое нам нужно. Когда вот, да, как раз-таки пропал норвежский лосось, тогда вот только начиналось развитие наших ферм, мурманский лосось еще не был альтернативой норвежскому, но приходилось как-то выкручиваться, больше отходов, наверное, было с этой рыбы. Но это все переживали, поэтому это не только мы одни. Это нормальный такой исторический этап перехода. Конечно, был негатив, конечно, люди не понимали, что происходит. Но ты же тоже всем не объяснишь, что такая ситуация, мы в этом не виноваты. Сейчас, да, наши фермы, они на уровне норвежских, рыбы очень хорошего качества. Но, к сожалению, у нас их не так много, этих ферм. И иногда появляется дефицит, идет рост цен. И, ну, мы действительно, бывают такие периоды, когда мы не знаем, по какой цене нам приедет рыба на следующей неделе. И это не в меньшую сторону, это она будет в большую. То есть, чтобы вот именно снижалась стоимость такое, крайне редко, к сожалению. Но сейчас, да, мы стараемся работать именно на мурманском лососе. Но бытует мнение, что Россия сделала мощный апгрейд японской кухни, да, и вот в связи с этим недавно наткнулась на интересную статью, достаточно она такая мне показалась прикольная, где вот была такая цитата. «Еда, которая готовится в наших японских ресторанах, похожа на истинно японские блюда, как колобок на футбольный мяч. Внешнее сходство есть, но вот содержание». Действительно, в Японии нет таких ингредиентов, как курятина, допустим, майонез, или, если он есть, это абсолютно другое, да, бекон и какие-то непонятные сыры. Все-таки сейчас в России много альтернативы, да, и, конечно, вот все-таки в Японии же три вида суши – нигири, маки и сашими. А в России, я так понимаю, что достаточно много вариаций на эту тему. Много. Много, да? Ну, скажите, у вас есть суши с беконом? Да, конечно. И я уверена, что в Пскове они пользуются популярностью, согласитесь. Огромный. Да, русский человек, он же любит, чтобы было посытнее, пожирнее, повкуснее. Ну, действительно, расскажите, пожалуйста, какие у вас суши есть те, которые, скажем так, изобретены уже вашими поварами или, может быть, российскими поварами? И можно просто рассказать о том, какие суши предпочитают Псковичи, что у вас в топе? У нас, наверное, больше генератор идей для новых блюд как раз-таки это Ксения, поэтому пусть она ответит на этот вопрос. Есть авторские суши? Ну, знаете, как-то все равно, ну, были у нас там апельсиновый лосось, да, очень вкусный ролл, то есть там с цедрой апельсина. Как-то он всегда был, ну, не очень, не очень продавался. Всегда больше продаются с майонезом роллы. С майонезом. Да. И с беконом. Да. И с беконом. Понятно. Нет, ну, Филадельфия, конечно, там всегда на первом месте будет стоять. То есть это, ну, больше всего, да, это запеченные роллы, темпорные. По этой теме, то даже та же Филадельфия, это, естественно, не японские роллы. Тот же творожный сыр в Японии про него, я думаю, не слышали. А, кстати, вот эта Филадельфия, это же вообще американское изобретение. Это американцы делают. Они же тоже какой-то апгрейд сделали определенный, и у них свои рецепты, они очень большой популярностью в США пользуются. Ну, они также не хотели кушать сырую рыбу, и поэтому японский шеф, я не помню какого ресторана, да, он сделал темпора роллы, чтобы, ну, блюдо проходило термическую обработку. И там уже Калифорния, Филадельфия, все это вот с такими названиями. У каких все-таки суши и роллы пользуются больше популярностью? Те, которые, как у нас надо называть, запеченные, да? Вот я слышала, что там вот такой сытный прям ингредиент, потому что раньше во всяких разных пабликах про ЗОЖ японская кухня была на первом месте, потому что там было чуть-чуть риса, много белка, да, и там растительные ингредиенты какие-то, типа огурчики, салатик. Сейчас же уже говорят, нельзя, если вы худеете, не ешьте ни суши, не роллы в России, потому что там и сыр, и майонез, и какой-то такой еще обжаренный, да, 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 они достаточно поколаражны. Рис даже заправляется сушизой, в которой куча сахара. Ой, а что такое сушиза, можно мне рассказать? Сушиза? Ну, это вот заправка для риса, то есть сначала рис варится, потом делается... Такой вот клейкий ингредиент, наверное, чтобы можно было... Это сушиза, это соус из риса. Рисовый уксус, сахар, водоросли, там разные есть. Сам этот рис, он же не просто вареный, он именно перемешан с этим соусом, да, вот этой с сушизой, и он тоже дает свой вкус. И, естественно, это... Вот опять же, если вернуться, да, почему у нас такие роллы, если бы, наверное, вот в США не популяризировали, да, этот продукт, как и все, да, что очень много именно от них пошло, то, я думаю, наверное, такой популярности бы, если бы это были... Классика, классический японский ролл, такой популярности бы они не приобрели. Потому что это достаточно ограниченный набор ингредиентов, достаточно ограниченный набор блюд, и нам, наверное, он был бы неинтересен в таком объеме. У нас тоже есть, на самом деле, покупатели, которым нужны именно суши, да, то есть вот суши с красной рыбой, кому нужны минералы, где, скажем так, кроме риса и рыбы нету других ингредиентов. Есть такие люди, я на самом деле тоже больше это люблю. Но основная часть населения, они, конечно, покупают то, что посытнее, то, что побольше, повкуснее. Естественно, разнообразие вот этих вкусов. Ну, конечно, все-таки совершенно разные у нас регионы, совершенно разные географические зоны, люди с совершенно разными вкусовыми предпочтениями. Я недавно буквально пробовала вьетнамскую кухню и обратила внимание на то, как по сравнению с японской кухней, это все вот сухо просто. Никакого ни жиринки, ни масла, ну ничего. То есть это большие, крупные такие вот роллы, спринг-роллы, которые не имеют никакой консистенции. Просто рис, манго, рыба и все. И как-то это совершенно для нас как-то непривычно. Мне кажется, что все-таки действительно, вы абсолютно правы, что у нас пользуется популярностью именно то, что мы сами модернизировали, скажем так. Да, близко по духу. То есть, по сути, это можно назвать русско-японской кухней. Да, да, это такой природный инстинкт, такой выработал сам себе суперблюдо, которое мы захотели есть. Я, кстати, вспомнила про курьезный случай. Расскажите, пожалуйста. Это был мой вопрос, конечно, к вам, но вы уже догадались, что я хочу какую-нибудь интересную, веселую историю. Ну, не то, что она, может, не веселая, но я когда-то работала и администратором на труда 50. И у меня был гость китаец. Мы друг друга с ним вообще не понимали. Он мне в переводчике всегда писал, приходил каждый день, писал в переводчике, какие роллы ему закрутить. Вот это именно что. Он не ел наши запеченные роллы. Он просил или достать какие-то ингредиенты, либо он мне просто... То есть, он платил по цене, какой я говорила, и каждый день я ему заворачивала, в общем, роллы, которые он мне писал в переводчике. Ну, и он еще всегда звал меня, именно потому что никто его не понимал. Наверное, не все хотели эти роллы делать. Запариваться, но, с другой стороны, это очередной вам плюс за то, что у вас такой индивидуальный подход. Особенно к гостям нашего города. Да, действительно. Скажите, ребят, пожалуйста, у вас есть конкуренты? Как вы считаете, как вы к ним относитесь? Спокойно. Почему нет? Конкуренция, она, в принципе, нужна. Я думаю, один или два конкурента у нас точно есть, но конкуренция же тоже может быть разная. Она не всегда от объема именно продаж зависит, а именно от качества. По качеству, я думаю, здесь все-таки мы впереди. По крайней мере, мы очень на это надеемся, и мы на это работаем. Выбор пусковичей, на мой взгляд, действительно очевиден, и Tasty Sushi – это все-таки бренд, который уже себя зарекомендовал за 10 лет. И я уверена, что те, кто не знает, могут заказать вкусные роллы и суши на сайте tastysushi.ru. А я, возвращаясь вот к нашим беседе, хочу узнать, какие у вас есть интересные акции, помимо счастливой часы, какие-то предложения специальные, где могут воспользоваться еще те, кто не успел вас попробовать. Ну, у нас есть всегда скидка в день рождения – 30%. Можно сделать заказ через сайт или приложение и забрать заказ со скидкой – 10%. Наименований у вас, конечно, там очень много. Можно действительно разнообразить свой стол по максимуму. На самом деле, каждое обновление меню, мы садимся с целью, надо немножко сократить, в итоге мы делаем меню еще больше. Еще плюс, да? Ну, это замечательно. Спасибо вам большое. Вообще, замечательно, что вы к нам пришли. Ну, и, конечно, выбор действительно очевиден. Вас все любят. Я вам желаю только успеха, процветания. Мы, как и все, наверное, люди, благодарим вас за ваш труд и за приятные моменты, которые люди отмечают для себя. И желаем вам удачи в ножевых ваших проектах. Большое вам спасибо. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Всего доброго. До свидания. До свидания.